Страна-террориста Российская Федерация проигрывает экономическую войну. Это надолго будет разрушать экономику. Россия и Россия обречена, в общем, деградировать. Это вот правда, но не быстро. О том, что российская экономика не выстоит в войне против цивилизованного мира, пишет британское издание The Telegraph, приводя аргументы профессора Павла Баева из Института исследования мира в Осло. Промышленное производство стагнирует. Российский энергетический сектор страдает снижением доходов и задержкой проектов. Санкционные лазейки закрываются. Аналитики The Telegraph настаивают, что прогнозируемый МВФ, рост российской экономики на уровне 2,6%, основан на огромных вливаниях Путина в военную промышленность. Однако даже данные путинского Росстата показывают, что активное перевооружение остановилось на уровне, очень далеком от того, который мог бы превзойти хоть часть технологической мощи западных союзников. О том, что экономика агрессора на пути поражения, говорит колоссальное снижение по ключевым источникам доходов, на фоне возросших в три раза расходов на войну. Доходы от нефти, газа и угля все еще приходят, но суммы скромные. Они упали с 40 миллиардов долларов в месяц в начале 2022 года до 23 миллиардов долларов в январе этого года. Этого недостаточно, чтобы покрыть рост бюджета на 65% за последний год. С прогнозом The Telegraph согласен и украинский экономист Александр Савченко. Усиление санкционного контроля за потолком цены на нефть, переход европейских стран на альтернативные российскому газоисточники вселяют надежду, что у Путина будет все меньше денег, а значит, он снова залезет в оставшиеся запасы. Еще фонд национального благосостояния больше, чем в два раза упал. В следующем году его не будет. И поэтому, если санкции будут продолжены и даже усилены, лучше усилены, то начнется реальное, такое видимое торможение экономики Раши и неизбежно будет торможение даже военно-промышленного комплекса. Продолжит тормозить экономику РФ дефицит кадров, комплектующих и других подсанкционных ресурсов. При этом все эксперты в один голос твердят, не стоит ждать экономического поражения Путина уже завтра. Войну на этом фронте РФ проигрывает, но не молниеносно. Закрыть операцию – это добиться экономического коллапса экономики, чтобы падение было видимым. Не на 2-3%, как сейчас, а на 20-30%. Вот что имеется в виду. Такое будет, но, к сожалению, не в следующем году. Но оно уже в следующем году будет видимо. Это важно учитывать союзникам Украины и не упускать момент для новых и военных, и санкционных ударов. Дожимать надо, надо дожимать. Заканчивать операцию – это вот признак мастерства. Реального бизнесмена или политика. Санкционные, конечно, удары, они не менее эффективны, чем военные. Надо просто более быть решительными в этом направлении, помогать нам победить и оружием, и санкцией, и финансовой помощью Украины.